В последнее время Владимир Зеленский все чаще и чаще стал поднимать вопрос о совместной встрече с Владимиром Путиным. Но нужна ли эта встреча и поможет ли она улучшить отношения между нашими странами, а также улучшить ситуацию на Донбассе, спросим у киевлян. Привет всем, меня зовут Антонина Белоглазова, поехали! Я думаю, что да. Почему вы так считаете? Ну не знаю, должны мы как-то, мы родные между собой, должны мы как-то уже найти какой-то компромисс. Потому что война это не выход. Пострадают и там, и там. А как вы считаете, что вы уже говорите о том, что нашество? Вот это для меня уже вопрос. Я уже сама не знаю. Хотелось бы, чтобы они договорились. Все хотят. Мне кажется, что и Россия хочет, и мы хотим. Всегда мы жили дружно. Ну, я не могу сказать точно. То есть встреча такая нужна? Конечно нужна встреча, потому что рано или поздно нужно между собой поговорить и решить, кто каждый что хочет. И кого, как это устраивает. Потому что по-другому нельзя. Так как в любой семье. Чтобы был мир, надо между собой договориться. Всегда, если есть какая-то возможность, чтобы решить вопрос без войны, лучше решать эту возможность без войны. Для того мы выбираем представителя народа в надежде на то, что этот представитель будет искать все пути и возможности решить конфликтную ситуацию без войны. Я могу разговаривать и украинскую, и российскую. Значит, я не ставлю большого такого различия между русскими, украинцами и другими национальностями. Украина многонациональное государство. И я считаю, что не нужно обострять ситуацию именно на национальных вопросах. И это вообще нехорошо. Это не по-человечески. Нет, не решит. Даже не хочу его говорить. Не решит. Тут такой Зеленский ничего не решит. А Зеленский не дорос до того, чтобы эти вопросы решать. Он не политик. Он случайный человек в политике вообще. И в нашем государстве. Это наше с мужем мнение. Мы очень жалеем, что он наш президент. Мне очень жаль тех, кто за него голосовал. Они слишком разочаровались. Да, вот сейчас многие звонят и говорят, что сильно разочарованы. Что тогда поможет? Сильная армия и единство европейских стран против вот этих санкций, усиленные санкции против России. Вот это решит. А так? Ой, маловероятно, наверное. Хотелось бы, конечно, верить, но мне кажется, маловероятно. Почему? А уже сколько пытались нам помочь? Ничего не вышло из этого. Сколько переговоров было? Лен, как ты считаешь? Убежали. Убежали. Ну, не знаю. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы они успешно провели переговоры, чтобы они нам помогли действительно решить этот вопрос. То есть продолжать переговоры стоит? Стоит, конечно. Возможно, есть какой-то другой путь, как вы считаете? Ну, другой путь, это единственный, мне кажется, так это мое мнение, что это договор с Россией, надо договариваться. И вот та враждебность, которая существует, надо как-то идти, чтобы она на спад сходила, чтобы как-то примирение было между правительством. И тогда народ будет ближе, и вообще много русских сочувствует украинцам. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы все прошло на высоком уровне, чтобы нам как-то решили. Это ни к чему хорошему все равно не приведет. А что поможет тогда? Я не думаю, что даже поможет эта затяжная война, которая до сих пор сейчас длится. То, что наши ребята стоят грудью там, это молодцы. Я сам понимаю, как мужчина, что свое отечество нужно защищать. Но, к сожалению, конца и края этой войны не будет. Потому что здесь нужны какие-то другие радикальные меры. Я думаю, что больше всего дипломатические. У дипломатов, я так думаю, очень много всяких альтернатив для воздействия. Понимаете? Не обязательно только одни переговоры Зеленского и Путина. Я думаю, что дипломатических путей очень много. Ну, на этой встрече, во всяком случае, вот эти вот дипломатические отношения должны быть оговорены. Все равно в любом случае. Потому что, вы же понимаете, дипломатия это очень тонкая штука. И без предварительного «да-да» ничего не получится. Я думаю, ничего не изменится. А что поможет тогда? Пока Путин сам не решит, что нужно закончить. То есть все от него зависит? Ну, думаю, да. А кто его переубедит, не знаю. Зеленский просится встречи с Путиным. Как вы на это спите? Ну, это правильно. Пускай говорит, пускай общается. Но если бы он, Путин, хотел бы решить этот вопрос, то, я думаю, уже неоднократно пытался он встретиться с ним. Что-то мешает. То есть он никуда не спешит. Поэтому, мое мнение, Зеленский молодец, что пойдет общаться. Наверное, ничего не решит. Все такое будет спящее еще. Пока что-то с Путином не произойдет. Или пока он не одумается. Ни, не допоможет. Почему? Обрунтовать? Да, почему вы так считаете? И что тогда поможет? Ну, в любом случае, не встреча Путина с паном Зеленским. Это должны быть особи ревня, которые признает Путин, как таких, которые варты его особисто. И которые могут ему або предложить что-то, из чего он не может отказаться, або чем-то его спонукать еще. А уровень нашего президента, не смотря на его прозвище, на данном этапе наврядно поможет в этой ситуации. Нет. Почему вы так считаете? Потому что Путин этого не хочет. А что тогда поможет решить вопрос? Иностранное вмешательство. ФРГ США, Франция. Вмешательство куда? В этот процесс. Они больше сейчас настроены на урегулирование, скажем так, бесскандальные переговоры. Но там тупик, конкретный тупик. И пока не будет четких, как это правильно сказать, пока не будет четких посылок с запада в Кремль, ничего не изменится. То есть никто ни с кем на уступки не пойдет? Нет. Ну, мы на какие можем уступки пойти? Мы можем пойти на уступки. Да, Крым ваш и Донбасс тоже ваш. Да, вот это наши уступки. А Россия на какие уступки может пойти? Никто ни на какие уступки не собирается. Это все просто временные разговоры. Я считаю, не поможет. И вообще, что может решить Зеленский? Ну, а что тогда поможет? Возможно, какие-то пути выхода есть все-таки из этого конфликта? Ну, пути выхода в кабинете Путина. А от Украины что-то зависит? От Украины, конечно, зависит. Мы можем как-то повлиять на ситуацию между нашими странами? Никак мы не можем. Мы уже повлияли давно, когда выбрали нашего президента. И повлияли не в лучшую сторону. Вот так вот, да? Любая встреча – это шанс договориться. Любой шанс договориться может посодействовать тому, чтобы помочь. Но насколько это будет эффективно, я не знаю. То есть вы, в принципе, сгибаете за встречу? Я за встречу, потому что диалог все равно должен состояться. Не уверена. 50 на 50. Либо да, либо нет. Тут даже бог не знает, что люди. Я честно и не знаю. Я просто за то, чтобы состоялось, потому что все равно поговорить нужно. Но гарантировать, что это приведет к положительному результату нельзя. Навряд ли. Ну, я так считаю, что нет у них такого контакта какого-то близкого. Они на разных как-то полюсах. Я не думаю, что решится этот вопрос. А что поможет тогда решить этот вопрос? Ну, вопрос, я вам скажу, что это надо и международные, чтобы вот эти вот все как-то присоединились. Все-таки седьмой год идет война. Седьмой год. Ну, вообще такая обстановка тяжелая. Зеленский этого вопроса не решит. Все, я побежала, извините. Ну, конечно, вот когда разговаривают, беседы, это, безусловно, только на пользу. Пускай приходят к какому-то компромиссу. Я думаю, да, договариваться надо. А то, что творится, это никому не нужно. Но если они два умных человека, два президента, конечно, нужно договариваться. И находить разумное решение. То есть, в принципе, вы верите, что переговорами можно ли? Конечно, лучше переговоры, чем война. Поможет ли встреча Зеленского и Путина решить вопрос Донбасса? Ну, конечно. А с кем же другим встречаться, чтобы решить этот вопрос? Конечно. А как вы считаете, они пойдут на какие-то уступки? Будет ли какой-то компромисс по каким-то вопросам? Возможен ли он? Не знаю. С таким человеком, как Путин, наверное, тяжело разговаривать. Но компромиссы в любом случае нужно искать, да? Все равно что-то не может длиться вечно. Я так считаю. Но некоторые люди не видят вообще никакого выгода из ситуации, да? Ну, я не политик. Я тоже, да, пессимистично отношусь к решению этой проблемы. Но все равно любая проблема в конце концов решается. Правильно? Как в семейной жизни, да, в бытовых отношениях. Все равно всегда наступает конец решения вопроса. Так и тут, наверное. Будем надеяться, будем надеяться на здравый смысл и нашего президента, и президента Российской Федерации. Нет. 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 Почему так сказать? Это не вопрос ихнего уровня. Уточните. Очень просто. Надо, чтобы было два человека, желающих договориться. Желания, по крайней мере, у Путина точно нет. Если он отрицает нахождение России в Украине... И наоборот, у Украины в России, то здесь ничего не получится. Зеленский все-таки пытается договориться о встрече, возможно... Можно много пытаться. С одной стороны, да, можно и руками стучать, и ногами стучать. Но если там не открывают, то не открывают. Что тогда поможет решить конфликт? Хороший вопрос. Была бы я президентом, наверное, бы думала об этом днем и ночью. А так у меня очень простые заботы. На работу доехать, покушать, назад доехать. Поэтому, да, здесь, наверное, надо спросить у товарища Зеленского. Какие у него... Возможно, с кем-то другим нужно общаться. Возможно, какие-то другие... Как делал Порошенко, он общался со всеми. Это решила вопрос? Ну, нет. То есть, в принципе, вопрос... Дипломаты, политики, я не знаю, должны какие-то придумывать... Спрособы и механизмы, когда договаривались страны между собой в конце концов. Страны между собой договаривались. Первое, это когда хотели договориться. Когда хотели, да. Второе, когда согласны были идти на уступки с той или и другой стороны. И это получалось какое-то... Как это? Равносильное движение друг друга навстречу. И третье, каждый блюдет свои интересы. А интересы России мы до сих пор не понимаем, что они хотят? Ну, ничего. Мне кажется, Путин просто хочет перевыборов, а для того, чтобы перевыбраться, ему нужно резьбу. В том числе и быть сильным партнером для других государств. Франции, Англии и так далее. Если будут правильно поставлены там вопросы о мире, если это на самом деле, а не просто вот так встреча, то возможно. Если правильно подойти к этим всем вопросам, найти какое-то общее, знаете, не идти на принципы, не становиться в амбиции, а именно решать дело мира, чтобы не гибли люди. Я, например, очень переживаю, сколько молодых людей погибает. Я считаю, что это просто преступление. Понимаете, если бы Зеленский принял такую принципиальную позицию и думал только о мире и о людях, с какими он позициями шел на выборы перед нами. Мы чего его выбрали? Мы в первую очередь хотели мира. Все остальное можно пережить. Мы не привыкли, например, кушать икру и красную рыбу. Мы привыкли жить, ну, такой жизнью средней. И если это поможет, то мы уже на все согласны. Только чтобы был мир. Я считаю, что когда гибнут чьи-то сыновья, у меня самой сын, я очень переживаю и считаю, что должно к чему-то прийти. Может ли встреча с Путиным решить конфликт на Донецке? Нет, не верю этому. Я не верю, не верю еще. С Путиным, наверное, с другой позиции надо говорить, с позиции силы. Все. Только военным путем? Да не военным. Я военным путем тоже нельзя, но не переговоры. Как человек, который родился и приехал из Донецка, который нужно было бросить все, я бы надеялась на все, чтобы помогло. Поэтому... То есть переговоры нужны, да? А разве их не было? Ну, были там соглашения, Минские. Личная именно встреча. Вы имеете... Ну да, ну официальная встреча. Возможно, что-то поменять. Надеюсь, в хорошую сторону. Для Путина Зеленский никто вообще. Вообще никто. Если он для украинцев нормальных никто, то и для Путина... А для Путина он вообще никто. А Путин это тот, кто... Ну, это уже отдельный разговор. То есть вопрос, когда сам не решает? Ну, в настоящее время... Это вот там вроде подключается... Подключается Соединенные Штаты Америки. Может быть, вот этот как-то еще... Тяжеловес как-то сможет. А на уровне Зеленский, Путин... Это все... Это для... Ну, это... Это... Это ничего. То есть это бессмысленно? Абсолютно. Поможете вы встрече за Минскому Путина решить вопрос Данкласу? Нет. Не помогут. Они не договорятся. То есть каждый будет стоять на своем? Конечно. А что тогда поможет разрешить? Ничего не поможет. Вот вообще-то... Вообще ничего. Война никак не будет? Нет, никакой войны не будет. Просто так все останется. Надеюсь, что поможет. То есть в этом есть смысл, какой-то толк в этой встрече? Ну, думаю, да. Давно было пора уже. А то вот это... Возиться с этими перемириями бесполезными, да. И всякие... То есть то, что прибыль переговоры? Ну, конечно. Потому что эти посредничества... Это только, наверное, затягивание и... Ну, ничего больше другого. Не дает. Ну, по крайней мере, мы так видим. Потому что происходит. А вы видите какие-то предпосылки к тому, что все-таки они смогут договориться? Предпосылок я не вижу. Но я надежду только питаю, как говорится. И все. Вера в лучшее. Конечно. Хотелось бы на это очень надеяться. Но, не знаю. Столько лет уже идет эта война. Уже как-то надежды не осталось, если честно. Но нет веры, считай. Что что-то может измениться, да. Но очень хочется. Очень. В ближайшее время, думаю, нет. А когда тогда поможет? Да, думаю, никогда не поможет. Почему вы так считаете? Ну, потому что, ну, как бы нет перспективы в этом все. Все встречи. То есть, они не смогут договориться? Ну, то есть, ну, Россия, да, территорию не отдаст. Мы, как бы, ее не заберем. Ну, то есть, в чем? Это все замыливание, короче. Вы знаете, лучше, давайте, я не буду говорить, потому что я сейчас буду ругаться. Просто. Если можно ругаться, кстати. Если можно ругаться, я бы их всех, как педагог, я скажу, очень вежливо и тактично. Я бы поставила Верховную Раду и каждого третьего расстреляла. Остальные до усрачки. Тогда, может быть, будут думать не жопами, а головами. А встреча? А это, это все равно, что против ветра. Абсолютно ничего. Абсолютно ничего. А что тогда поможет решить вопрос? Убрать их всех к чертовой матери. И кого поставить? Ну, дело в том, что у нас же население проголосовало. То маемо, шо маемо. Так? Вот и думаешь теперь, 70 лет, а куда бежать вот с этой страны? Уже ни пенсии нет, ни жить не за что. Нет, я бы с удовольствием сейчас свалила куда-нибудь. И пока ноги носят, пошла бы работать. В этой стране я будущего не вижу, поверьте мне. Сейчас нет. На ближайшие 20 лет я не вижу никакого будущего для детей. Текайте отсюда, с этой страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова